Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик посредников Nord Stream и сейчас нахожусь в Самарской области, естественно, на реке Волги, куда я приехал в гости к своему другу Василию Сазанову. Соответственно, Вась, ну вот мы вышли, расскажи теперь для зрителей, вот тот плач Ярославный, который ты мне выдал, когда я приехал. Но на самом деле у нас тут сейчас вот в данный момент не самая благоприятная обстановка поклёва. Уронили воду и давление скакало несколько дней от 750 до 780, рыба просто встала. То есть это не отмазки, это сейчас статистика. То есть мы заранее, когда я готовил эти рыбалки, звонил сейчас буквально вчера ребятам, кто был на воде, все страдают. И по сути, это у нас будет такая прям трудовая рабочая ловля. Так, хорошо, так смотри, есть несколько дней, есть две цели и задачи. Цель и задача первая, это твичинг. Значит, вот смотри, какая игрушка. Это для зрителей покажу. Это 110 макс квад, уже серийный. Вот они сейчас в пути в Россию, это мне просто несколько штук прислали японцы. Посмотрим, как он собственный стиль. Надо будет, как минимум мне, да, им половину. И я очень хочу посравнивать его с другими воблерами. Ну, это, я думаю, будет очень интересно. Я сам ловлю регулярно на 130-е, и, наверное, я буду ими и ловить, а ты будешь ловить как раз 160-ке. Мы поглядим, да? Давай, в процессе мы разберемся. Главное, вот посмотреть, на что способен 160-е, вот уже серийный, конкретный. Потому что предсерийки я гоняю уже вот два года гонял, включая даже эту вот сначала. Вот пора ставить точку. Второй момент, второй момент. Если вы не знаете, Вася у нас, как бы, достаточно серьезный специалист по бигбейтам. А так как есть у меня образцы новые, которые будут появиться в следующем году, бигбейт от Nord Stream, соответственно, мы их еще и погоняем здесь. Ну, вот эта часть лично для меня очень интересная. Короче, так, давай, мы сейчас встаем на твичинг, ловим твичинг. Что, сначала на стеночку, наверное, да? Да, я чуть-чуть могу рассказать, то есть я такой план в голове накидал. Мы половим по стенкам, половим, ну, там, различного рода. Единственное, что уровень сейчас подсел. Не знаю, возможно, где-то мы будем ловить попроще. Приманками поменьше, я имею в виду, менее глубоководные. Потом половим по свалам в одной, там, затопленной речке. И обязательно, то, о чем мы с тобой в телефоне разговаривали, пора едем несколько шишанов с корягами, то, чем что ты любишь, что ты умеешь. То есть в этих местах я, как правило, ловил как раз вот про шишаны бигбейтами и джигом. Поглядим, как будет работать там 160-й. Ну, если глубина позволяет, что не работать, посмотрим. Да-да-да. Ладно, короче, давай приступаем. Ну и... Как пойдет. И как пойдет, да. Судя по реакции вокруг, пойдет плохо. Ну, поехали. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И есть. Есть. Нет, дай, пожалуйста, что-то стоять. Они возле тебя. В плоти не надо подходить. А от стенки дай поклёвку. Нет. Чуть-чуть прожил уже. Ну, на загон, походу. И в пиех. Да, магалон надо обычный. Да. У меня там где-то была. Однозначно. Я думаю, пора перемещаться. Мы обычно на этом свале, самый удачный участок мы прошли. То есть, где чаще всего наибольшее количество поклёвок. Думаю, поедем сейчас на косу с корешками, да? Слушай, ну, прошли хорошо. Крестановка, рыба и поклёвка. Ну да, вполне. Вполне нормально. Давай, поехали. И как раз давай знаешь, что сделаем в процессе. Просто рассказывай. Как бы я-то тут уже чего-то как-то не знаю. А народ просто. Те, которые смотрят. Типа же мест? Просто типажей мест, где мы применяем воблеры. Давай. Давай, давай, да. Хорошо. Это будет полезно. Судя по твоим разговорам, что у тебя будет очень много сюрпризов. Где их можно реально применить? Да, давай, давай. Попробую. Попробую. Я вспомнил про одно местечко, где постоянно ловлю щуку на большей приманке, бигбайтами, джерками. Но воблерами я здесь никогда не ловил. И глядя сейчас, как Кирилл сто шестьдесяткой снимал рыбёк на свале, появилась идея попробовать плавить. Ну попробуем сейчас, я тебе о чем и говорю. Я бы здесь первое, чтобы поставить воблер. Коротко расскажу. Условно говоря, вокруг нас глубина семь, восемь, девять. Здесь грядочки. И грядочка с глубиной примерно пять метров. Четыре, пять, шесть. То есть, лично для меня в моем понимании чисто воблерная тема. Да, я здесь всегда ловил гигбейт и милая. Да, конечно, конечно, место хорошее. Соответственно, мы понимаем, что щука здесь есть и посмотрим, как она отреагирует на твою подачу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 тоже 160 кидать может отстегнем ее пассивная щека снизу взяла панку, то есть она атаковала в обер, все как положено, но в пасть то она его не взяла в одну с закрытым ртом подсачем? да вася, не надо, не надо ну давай, полторожечка давай для эксперимента взвесим да ну нет, полторожечка, чего ты мне рассказываешь ее кто-то ел да, ели рыбу крупней я кидал макс квад 115 и 128 дошли до 160 и с того же места абсолютно клюнула рыба да, не трофей, но сам факт, 160 воблер и размер, господи, полтора все, гуляй ребят, справа травы нет, да? нет, он вообще высадил да куда же трава должна быть? права? из экстравой должен быть нет, ну у нас, вот он, кастрил уже сейчас вот туда идем посмотрим да, вот она трава начинается вот она трава дальше, дальше 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 с погодой прямо повезло нам солнце штиль тепло он все, не могу больше шапка, это, конечно, хорошо на переходах шапка на точку бейсболка вот, но для щеки все это очень плохо потому что на небе не облачко высокое давление солнце не ее погода еще, возможно, одна причина почему вот ловится мелочь ну, надеюсь, хоть чего-то нормальное мы здесь поймаем потому что Самара, как бы, славится как место, где есть трофейные крупные щуки и очень хочется поймать очень хорошую щуку на отвечу ну, будем пытаться снимаешь палки регулярно и во время ловли на точках то есть у тебя там предсерийка какая-то и Рэбл второй интересно, что за предсерийка и разница то есть для чего вообще ты это делаешь это, примерно, потестировать? естественно, да? конечно конечно это на самом деле ладно, уже не секрет это новый скальт обновлю круто то есть разница, как ты понимаешь, глобальная да, да, да это разный ценовой и там и в качестве, я так понимаю, это совершенно разные вещи вот, то есть если Рэбл то у нас бюджетка причем, ну, как бы, вот второй Рэбл мне очень нравится ну, вот я им тоже ловлю бюджетка, как бы, это хорошая бюджетка особенно по Твич и изменения с первым Рэбл, я думаю, ты видишь сам да, да вот то новый скальт будет тоже, как бы, чуть другой чем тот, который сейчас все основного останется все плюсы а вот те маленькие недочечки которые были я постарался в новой серии убрать именно недочечки в плане там чуть другой строй чуть другая жесткость чуть другая жесткость вершины короче появилась возможность сделать практически в те же деньги но гораздо на мой взгляд интереснее ну а сейчас это уже будет сейчас Рэбл пока нет, я имею ввиду скальт, которым ты ловил это уже будет который в серию пойдет или еще дорабатываешь? это уже будет 90% вероятности вот это последняя скажем так моя поездка где я делаю заключительное тестирование понял ну и как ощущения? ну я тебе дам просто покидайте все окей ну видишь, это одна скорее всего одна из тех рыб, что у тебя атаковалась потому что я прямо с того же направления прямо здесь да, да два контакта с одного направления ну да, хорошая рыба полторушка точно не, ну я имею ввиду сравнению это не травяная вполне себе щука вот чем прекрасно ловить на поблеры размеры там 130-140 да, абсолютно такие же рыбки небольшие вот так чтоб слащил на нее вот так чтоб слащил на нее ну это не крупная ну это не крупная ну Кирилл у меня тут проблемы тут лайфхалки 60 штук я не могу достать пацана Вась что, не падь я ей так она не ботит небольшая она не на на смотри это язва да ну вот что-то поприличней такая три трех 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 а у меня трех ну прикольно на самом деле максат работает знаешь, что у меня с самого начала вот ты видишь, я после заброса делаю протяжку да да вот у него игра вот на просто на протяжке ее почти не чувствую она конечно и ушла на место да он не то что ушел просто он почти не не то что не играет он играет но очень-очень не актив ну это вот семейство я так понимаю у Макс Хватов именно все да, вот это вот он больше нырковый да, да, да то есть у него не роллинг вот этот вот роллинг у него есть а вот этих движений практически нет а именно вот слушай, ну такая тема по пассивной рыбе должна очень хорошо работать ну вот смотри мы сейчас попали в ситуацию а на самом деле давай пойти так честно клевого-то нет вообще это прям беда мы говорили с несколькими встречными знакомыми рыболовными в общем и созванивались с кучей народу что там говорить вот мы умудрились даже вот что-то поймать я думаю как раз это одна из специфика игры да поднимает мертвую щуку абсолютно раньше знаешь какой выбор держал первое место точно пропускать полно пассивные щуки ну да если не клюет сахпоинтер палочка и все и все работает но там конечно чуть-чуть другая игра да, максклад все-таки да, максклад еще более пассивный сейчас по алое посмотрим причем я-то свои выводы сделал довольно давно потому что предсерейки я гоняю с позапрошлого года а вот но надо понимать что каждый раз с новой с новым как бы переделкой характеристик немножко меняется игра немножко меняется кстати вот интересно у тебя же вот сейчас ты ловишь это все серийным а было несколько поймок ты поймал на предсерейной я их сейчас отличается игра чуть-чуть ну при этом сморя ловят и то и другое да 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 вот чуть-чуть а предсерейный был более активен вот именно она вот когда протаскиваешь ты чувствуешь чуть-чуть получше вот я тоже первые вот разы когда взял пират серийку а вот сейчас мы с тобой здесь ловим это я первый раз серийку руб надержу вот окончательную серийку потому что даже предсерейка который вроде утвердили вот там есть маленькая маленькая разница у меня вообще показалось что он захлестнулся и потом только и чуть ускорившись я почувствовал что тут это все это к вопросу о чувствительности спинни слушай интересно а вот цветовая гамма останется все то же самое как у линейки той же ну да как у великой макс плода она будет только чуть поуже чуть-чуть потому что тащить сразу столько сто шестьдесяток смысла мало ну бесспорно во первых ну ты знаешь мне кажется это очень будет круто потому что сейчас современные тенденции рыболовные это тяга гигантизму да то есть все поняли что размер реально имеет значение да и то есть это все-таки будем реалистами да чем больше приманка тем выше вероятность поимки крупной рыбы крупный да ну давай так и сколько историй когда на маленькую приманку лови но на большую история но все-таки средний вес на большую приманку ну в среднем выше соответственно я думаю рыболовам будет очень интересно половить на сто шестьдесятки ну если у них есть адрес снасти ну а Я хотел поговорить о ловле крупными приманками на течении и без течения. Вот здесь прям конкретный пример. Вот течение, вот приманка. Что хотел узнать? Хотел узнать, смотри, основное, каким образом лучше подавать приманку в таких условиях. Смотри, мы ловили, например, в протоках на косах. Там течение было умеренное и трудностей не ощущаешь. А здесь же, это у сынок такой Волги, и здесь довольно хорошее течение боковое. То есть я вот забрасываю 90, а в конце проводки уже видно, у меня приманку в корму уводит. Соответственно, как бы ты подавал и какие постановки основные дела на таких условиях? Ну, как подавать, ты сейчас увидишь. То есть на самом деле единственное, на мой взгляд, правильная проводка будет, это заброс в блок и аккуратный снос до момента, пока она не пойдет 90 градусов вниз. Вот пошла 90 градусов, в принципе, на таком течении вести уже смысла мало. Вот, то есть мы работаем на снос. Поэтому первый заброс ближе, дальше, дальше у нас получается такие вот... Ну, веером мы его будем. Полукруг. С джигом мы делаем. Условно говоря, полукруг, да, только вот прибивающий, все. Ну, вот так. То есть здесь он пробить вот эту вот зону, да, надо сделать примерно в одном направлении, но по разной дальности примерно, наверное, заброса 4-5. Тогда примерно с разницей в 2-3 метра облер будет проходить и прочесывать все. Вот я делаю так. Понял. А классический в корму? Ты знаешь, что течили сильно. Ну, вот... Я думаю, что вот как бы по моему опыту, опять же, наверное, он как бы не совсем там колоссальный, да. Но я ни разу не встречал нормального, уверенного клёва на сильном течении воблером. Когда работаешь вниз по течению, потом будет поднимать. Ну, есть одно исключение, это когда одиночные коряги облавливаем. Ну, нет, это другое. Ну, да. Но это, по сути, там проводка на месте, то есть ты вешаешь над корягой. А здесь же у нас площадь, нам надо скочить. Здесь вешаешь над корягой воблер и легкими бировками держим на одном месте. То есть это не проводка, это именно игра вот такая вот. Если надо именно проработать площадь, нет, только снос. Поэтому мы стоим здесь, сейчас отодвинемся, пробьем вот эти вот места, в общем, покрутимся. Я думаю, еще и на обратной стороне поставим. Ну, давай, пробуем. Ну, собственно, что? Хватит? Достаточно. Все. За счет момента. Если кто не понял, если что досмотрели до конца, должны понять. С рыбалкой швах. Рыба дичайше, трудовая. Размер мелкий, до безумия. Но при этом, смотри, на сто десяток, по-моему, больше. Да, я поймал, по-моему, две или три рыбки всего, а ты семь, восемь. Да не важно. Ну, я имею в виду, прям качественно больше. Вот, при этом, знаешь, что меня удивило? Килограмм вешается. Да, да, да. Там были рыбки, вообще, мне кажется, одна даже была в грамм семьсот восемьдесят. Нет, ну, меньше кило вроде не было, но даже. Просто бегается в глаз поломанная. На сто шестьдесятый, на сто шестьдесятый вешается мелочь, откровенная. То есть, и крупная рыба, ну, как бы, слава богу, это не первое моё испытание, сто шестьдесятого, да? И нормальную рыбу я ловил, не то, что здесь вот, мизикупельная. Сколько там? Две более-менее приличные. Ну, да, двушку и трёхсер. Что-то такое. Вот. Значит, что можно сказать? Работает. И что понравилось, вот именно то, что упирались, кидали, на самом деле даже четырели, иногда ставили джиг, проверяли. Да, или даже бигбейт и бигбейт, и мы пытались. Нет. Работаю, вот, сработал лучше всего сработал почему-то только сто шестьдесятый. Возможно, размер, возможно, пассивная игра. Почему, ну, как бы, к рыбе спросить, она расскажет. Собственно, это всё. Извините за мало большой рыбы. И так бывает, это рыбалка. А мы с Василием завтра начнём работать бигбейтами. Правда, беда в том, что клёр-то не улучшился. Поэтому, что поймаем, мы не знаем. Ну, будем стараться, да. Но будем стараться. Всё, до новых встреч. Завтра ловим бигбейт, смотрим, пробуем. Ну, а, как бы, это же только начало моего, выезжая. После Самары я поеду в Казань. После Казани я поеду на Чебоксарку. В общем, ждите. Фильмов, я надеюсь, будет много. Всё. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok